Любые народы имеют право на этнический национализм. Этнический национализм не должен быть политикой многонационального государства. Нравится вам это или нет, Россия состоит из огромного количества этнических республик. Это и Чечня, и Ингушетия, это и Татарстан. Это люди нуждаются в представительстве. И на федеральном уровне, разумеется, это представительство должно быть им предоставлено в равной степени со всем остальным населением России, в том числе с русскими. И вы сейчас задаете этот вопрос мне. Можно ли нам отказаться от вашей идеи записывать в русских, кого попало? А почему-то моя идея. А может быть, это идея Владимира Путина? Да, у вас в Конституции написано, что русские – это государствообразующий народ. И записали отлично. Кого Владимир Путин имеет в виду, когда он говорит русским? Он имеет в виду лакцев, мордвинов, ингушей, чеченцев. Мы эту речь его замечательную помним. Путин вообще у нас сейчас один из главных антифашистов в мире. Вот вы мне фашистский вопрос задали. Я вам напоминаю, что у нас в России антифашистская власть сейчас находится. Поэтому это не мои идеи, это идеи, которые у нас государствообразующие. Но и мои идеи в том смысле, что Россия – это гражданская нация, нация, в которой люди разного этнического происхождения должны иметь равное политическое представительство. Римеют ли русские право на этнический национализм? Любая нация имеет право на этнический национализм. Любая часть нации, у которой есть такой запрос, имеет право его реализовывать в рамках добровольных ассоциаций, в рамках каких-то политических объединений, в рамках муниципальной власти, в том числе в империи, которую Владимир Путин строит, в империи, где вся власть сконцентрирована в Москве, такая возможность сегодня украдена. Эта субъектность политическую необходимо вернуть для того, чтобы Россия могла превратиться в остранство для экспериментов. И место для вашего политического эксперимента там тоже будет. Я не уверен, насколько подобные эксперименты сегодня жизнеспособны, но я считаю, как и все либертарианцы считают, что право попробовать у вас должно быть. Этого права у вас сегодня решил Владимир Путин. Продолжение следует...